Ну вот по поводу инфрационной войны я могу сказать, когда Майдан был в Киеве в феврале месяце, я сама там была, я прилетела в Киев, причем мне предупреждали, не ходи, это опасно. Я провела всю ночь на Майдане, я ходила, я общалась с людьми, очень любопытный человек, я общалась с людьми, я была в госпитале, я заходила в храмы, я заходила в палатки, меня кормили. Причем я чисто говорила, что я только что самолет, что я прилетела из Москвы, вот, ни один человек, я не услышала грубости андресов своих, то есть там абсолютно нормальные люди. То есть я провела, я попала на Майдан где-то в час ночи, а потом мы пошли в ресторан, я также сказала, причем мы посмеялись, говорю, нельзя ли у вас скидку сделать, да, нам скидку, причем у меня карточки никакой не было. То есть вот это было безопасно, ночью я проходила, я нигде не слышала ни угрозы, никто нигде не нападал. Потом я была там уже, когда Майдан через полгода приехал, это было летом, где-то, по-моему, июня или июнь месяц, убирались палатки, я видела уже пьяных людей, да, то есть, а, и кто-то подходил там с телевидения, кто-то узнавал, и мы тоже разговаривали об этом. Я тоже говорила, что, значит, я из Москвы приехала. То есть это было безопасно, но люди начинали с какой-то агрессии, но я начинала с ним разговаривать, оно уходило. Информационная война всегда была, наверное, и будет, но я всегда говорю, пока я не увижу своими глазами, я не могу оценить ситуацию. То есть просто не у каждого человека есть, но везде всегда есть, нет плохого государства, да, то есть есть отдельные личности, и за это мы не несем ответственности. Я совершенно уверена, на той же Украине можем приехать, наверное, в Америку, в любую страну. И мы найдем людей, которые будут абсолютно к нам хорошо настроены, и мы можем найти также кучку людей, как у нас, так и там, которые будут настроены агрессивно. А чего это зависит? Наверное, вот то, что мы говорим от воспитания или от брошенности, вот семьи брошены, что-то не вложено, что-то, да, вот есть кварталы, да, неблагополучные, когда мы приезжаем за границей, он говорит, вам туда не ходить. Да, я думаю, что то, что вот государство не вкладывает, мы не развиваем институт этот семьи брака. Получается, вот то, что мы имеем. Ну, возвращаясь к теме информационной войны и пропаганды, как обычному человеку этого всего избежать втегирования? Иметь собственное мнение, когда тебе вокруг навязывают то, что... Давайте мы, чтобы мы смогли склеить. Обычно людям, да, нужно с этого начать? Ну, чтобы полная фраза была. Ну, обычно людям надо иметь полностью информацию, а мы ее не имеем, потому что она все равно для нас закрыта. У нас все равно нет свободной прессы, та, которая существует, потому что мы будем показывать на своих каналах то, что подходит нам, а те каналы будут показывать другое. Мы не находим компромисс, я не знаю, наверное, наши... Мы не можем договориться друг с другом. Поэтому... Поэтому вот так. Никак. Я, честно говоря, не знаю, как. Я составлю свое мнение, если я вижу. Когда мне говорят, там вот убивают, там вот это делают. Да, есть, наверное, какие-то частички. Но я тогда говорю, я должна приехать туда и увидеть сама. Просто не кажется, человек это может позволить. Это было все время. Защитить от этого, по-моему, невозможно, потому что нам навязывают. Я еще раз говорила, что есть родственники на Украине, которые вдруг вот немножко прохладнее стали относиться. Причем я не понимаю, что нам делить. Причем я не знаю.